Мусорный полигон Мусорный полигон Мусорный полигон Я вон видео смотрела, выложили, здесь же били, забирали людей, мунамоновцы, это что такое? Вообще невинных людей, пришли люди сюда без оружия, отстоять свой родной город от всякой этой вони, от всякой нечисти. А их сразу, вон, всех в автобус грузят, пофигу, не разбираясь. КамАЗы как проходили, так и проходят, это безобразие. Нашим властям все равно, чем мы дышим, как мы дышим. Бессовестные наши власти, совести у них нет. Еще час десять до восемь. Машину у нас проедет, да, нам надо до восемь остается, а ну смотри, западничай, страшно. Даже нечем дышать, реально нечем дышать. Я как бы не в самом городе живу, а подальше немножко, но я не завидую тем, кто здесь живет, тоже в самом Волоколамске. Если мы не будем оставивать, кто из нас будет? Дети, которые в форме стоят, никогда в жизни. Так что, уважаемые города Волоколамска, друзья, братья, собираемся, будем оставивать свой город. Город воинской славы. Спасибо. У нас дети, внуки спят в респираторах, вот до чего дошло. У меня маленькая внучка, она выходит и говорит, баба, а ты пахнет? Я говорю, пахнет, Любань, пахнет, он золотой. И ни за что людей нас забрали. Вот товарищ у нас. Ну, ни за что забрали. В чем он виноват? В том, что он сам, его семья, и дети, и внуки, и родные задыхаются. Причем я местный? Причем мы все местные? Мы коренные Волоколамцы. Старика взяли и затащили в автобус. Справились, справились со стариком, елки-палки. ОМОН. ОМОН, господи, да. Сошли с кем связываться, ага. Потому что ночью только и думают, как выжить этой ночью. Какая нахрен работа, и какая школа, какая учеба. Они нам онкологов присылают. Онкологов, они нам аллергологов присылают. А эти аллергологи, что говорят, у вас пищевая аллергия. Они только присылают всех понюхать, когда здесь все тихо и спокойно. Как только какой-то вонизм начинается, никого нет, никому ничего не надо. Успеть бы уснуть, пока не воняет. Так уже и просыпаешься, нет. Даже уснуло вроде, думаешь, в 9 часов вечера хоть поспать. Вот это время что-то, когда всегда не воняет. А все равно все уже просыпаются, потому что хоть жутко стоит. Сегодня решили покататься на лыжах. Поехали в парк. Зона свежая. Встали на лыжах. Завоняло так, что мы собрались все вместе с детьми и уехали домой. Закрытыми окнами сидеть. Невыносимо просто. Одно дело, когда еще в доме спрятаться можно было. На улице выйдешь, домой пойдешь, дома подышишь хоть каким-то воздухом. А когда дома уже от этого спрятаться негде, то вообще уже не выноси. Дома уже не скрыться от всего этого. Дети от кашля ночью задыхают. Уже не знаешь, уже спишь, ночью ложишься спать и слышишь, как дети кашляют у тебя. Не то, что спать, а просто... Я кладу ребенка рядом с собой, чтобы хоть понять, дышит он там ночью или не дышит. Потому что это невозможно. Каждый вечер ложишься и думаешь, дожить бы до утра. Им ничего не воняет. Хорошо, они здесь не живут. Да, наш глава администрация здесь не живет. Он живет в соседнем районе. Поэтому он не знает, что здесь... Хотя и знает, что здесь... В администрации не дохнешь, блин. Там уже нормально. Я не знаю, как он там работает. Не, ну вы понимаете, что у нас творится? Вы понимаете, что у нас творится? А он здесь руководит. Что она такого сказала? Она сказала, что у нас есть. Что мы срабатываем? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok